всем доброе утро и самое доброе опять шесть утра нам надо не сидится на месте ну вернее не решили уезжаем на три дня в Чангмай поэтому нам сейчас предстоит очевидно 7 верст как убешенных собак то есть нам сейчас надо добраться до автобусной станции от автобусной станции до Бангкока в Бангкоке найти наш самолет и уже там улетаем в Чангмай и там еще нам найти отель какой-то надо мы ничего не забронировали у нас нет гостиницы но мы так примерно вчера посмотрели будем сегодня искать и учитывая погоду конечно я надеюсь что мы выживем потому что от жары очень сильно устаешь блин всю красоту проехали тут внизу такие вот что как должен выглядеть лес в нормальном состоянии когда идет дождь и когда нормально поливаются ничего уже не видно сверху было безумно красиво все мы уже в аэропорту прошли регистрацию сейчас едем ползем вернее к дорожку снимаем да мы тут сделали открыли способ передвижения новый для себя я думаю что многие этим пользуются если надо увеличить скорость просто идешь вот по этой дорожке и у тебя получается как будто ты бежишь очень удобно мы так проходили регистрацию в Таиланде потому что боялись что придется очень долго стоять вот такой себе забег был ничего клево мы по моему прошли все это за 10 минут хотя прошлый раз мы стояли час или полтора выгрузились в чанг мая хотели взять хотели взять тачку в аренду цена норм вот единственная проблема им обязательно нужна карточка кредит там или что-то в этом роде наши всякие там тинькофф и тому подобное не подходит поэтому мы будем такси кататься да за наличку никто не хочется сдавать машину ну ладно посмотрим может какой-нибудь мопед возьмем попозже потому что у нас было желание здесь погулять что работа у нас здесь только завтра послезавтра у нас осталось еще один день свободный правда уже два часа дня пока мы добрались так что вот так сейчас гоша закажет такси надо будет заселяться ой тоже отдельные эпопеи потому что мы хотели отель в лесу чтобы хоть побыть на природе они все за пределами города но в общем сейчас будем разбираться в общем сели в такси я уже выбрал отель в какой-то попе нам туда ехать короче отель я выбирал чтобы он был максимально близко к лесу это где-то километров 50 нам сейчас придется ехать вот естественно забронировать у нас ничего не получилось по причине отсутствия всяческих карт которые для этого требуется поэтому едем наугад вот места там вроде бы есть по букингу но чего на самом деле никто не знает вот если не получится в этот отель то будем бомжевать пойдем еще куда-нибудь таксист даже сказал что он не знает где это но это правда далеко да такси очень дорого стоит в общем здесь все конечно намного более зелено проезжаем уже тут с кошей облились слюнями по поводу разных растений просто правда очень красивые а еще здесь на каждой ну то есть мы пока не встретили ни одного русского они наверное здесь есть но их явно мало так что наконец-то мы себя почувствуем в отпуске углубляемся в деревню назовем это так растений становится все больше сейчас приезжаем поселочек поэтому нету зелени а между ними было просто куча всего сердце бьется в предвкушении что наконец-то будет не толпа людей и камней будет природа и будет возможность на все это посмотреть все пощупать все потрогать наша безумная авантюра сработала мы приехали в этот отель короче это вот такой домик на цваях ужасно напугали хозяйку потому что она конечно никого не ждала вот просто маленький деревянный домик здесь нет никаких таких сильных благ цивилизации просто дерево гамаки кухне там вот нам сказали есть ну вай-фай и нет кондея есть вентилятор помидорки растут ну такой большой участок засухшей травой местами в общем все как мы любим мы довольны нам понравилось сейчас поедем обследовать окрестности а Гоша ну здесь не дают байки в аренду и нам хозяйка дала свой байк ну вот очень она за него трепетно сейчас не относится надеюсь что все будет нормально мы уже не первый раз водим байк ну вот в общем вот такой вот классный зеленый участочек супер-супер-супер мы очень довольны ты доволен дорогой? конечно доволен угу байк с коробками передач я снимаю какое-то дерево если бы я знала что это еще позор на мою голову блин как же красиво ребята просто у меня было такое ну как бы состояние в Паттайе что я запомнила Таиланд по Пухету где была одна природа и так хотелось и не представляете себе какое это разочарование когда ты обнаруживаешь что то есть ну я приехала в камни в тусовки в ТЦ в безумное количество людей не совсем то что нам хочется не привычно конечно ну ладно короче попытались мы поесть местной кухне заехали в какой-то ресторанчик но местные жители не понимают английского все меню на тайском а гугл переводчик выдает какую-то чушь вот ну типа рыба не мясо вот о боже всем привет вот поэтому мы не стали ничего заказывать наверное придется ну либо голодать либо ехать искать дальше короче умрем мы с голоду будем есть видимо местную еду из вон рис соберем да тут очень много рисовых полей на них в основном встречаются цапли но сейчас мы уже заехали в какой-то эм совсем глушь поэтому видимо даже цапли здесь не живут а люди местные нас смотрят слегка с удивлением назовем это так ооо да вот ну вообще конечно красиво вот это рисовое поле не детская площадка вполне все современная как советский союз да как мы и росли не ну главное тренажеры современные тоже смешно вот ну наверное скоро поедем назад я не очень понимаю где мы но с другой стороны мы гуляем мы пока еще не умираем с голоду вот рисовое поле тоже вы не представляете как влажностью веет очень много каких-то странных зданий типа знаете мечети вот это видимо местное кладбище вообще храмы не храмы может быть это зажиточные дома увы мы конечно ничего не понимаем но красиво надеюсь что у нас здесь день под рисовый на рисовом поле и не прикопают ваше не знаю будет ли видно цаплю вот она там есть поверьте на слово да стрекоски появились заброшенные дома можно было не снимать в принципе у нас такой же уровень жилья как мы только что проехали красота можно сказать в комплекте с номером в так сказать отеле нам дали вот такой вот небольшой мотоцикл стоимость всего удовольствия то есть три дня трое суток пребывания здесь в отеле и мотоцикл это 1000 бат на наши деньги это 2 800 в общем то можно сказать копейки вот сейчас мы на этом аппарате ездим по окрестностям смотрим чё где находится вот завтра поедем на ферму не оригелий вот а потом по всяким национальным паркам ну если они будут конечно в доступности там километров 50 хотя бы вот маша уже там перестолистник нашла в канаве рисовой о какой жирный офигеть вот а мы это покупаем вроде нашли какую-то еду местная видимо семья готовит европейскую кухню ну и не только европейскую просто на карте они как пиза обозначены как пицца пойдем сейчас проверим что нас ждет к примеру филодендрон бурли маркс да их вообще здесь очень много всякие синдапсисы ничего нормально есть так я надеюсь он не очень машину колота я как всегда я сначала всех испугаю потом ищу он его хвост торчит ой какой красивый а он уже умчался и честно видео покажу вот такой у нас вот такой у нас номер это даже не шкаф это ниша жопа шкафа здесь кровать открытые окна выходящие в сад сетка от насекомых наш барахло вентилятор нам дали водичку и кроватный столик полочка все в полу дырки прямо вниз можно смотреть вниз шуметь короче не получится вот так давайте в окошко глянем ну сейчас душно мы конечно сейчас наездились сейчас пойдем в душ мы объехали уже все окрестности круто внизу гамаки вечером будем в них тусить короче гоша не дает мне работать он ругается что я трачу время на бесполезную фигню поэтому я буду вам снимать геккона геккон сидит под этой лампочкой у нас предположение что сейчас уже темнеет он готовится к ужину гоша хочет заставить меня связать ему носки шерстяные а то тут прохладно к вечеру да кому уж комфортно при таком климате так это гоша изучаем местную флору как обычно лазить бухомойка озола да вот так растет озолом просто грязное болото грязка странно что здесь нет головастиков может я их просто не вижу потому что сейчас у нас там весло ноги с ума сходит и здесь весло ноги сходится до суши мы будем знать что золо можно отсюда принести это бамбук высота метров 15 огромный просто и вот тоже еще один бамбучик не знаю слышно вам орут какие-то звери мы предполагаем что лягухи может и птицы орут откуда-то вон оттуда туда что-то лезть честно говоря стремновато видимо у нас будет только охота за гекконами сейчас мы все вон один а вон второй тык-тык темнеет стремительно мы пришли к рисовым полям есть вот все орошено и если сунуть это где вода там еще бродят цапли дальше я думаю тут есть какие-то тропинки которые на попробуем сначала хотя утонешь не жалко пойдем вернулись чем к темноте пришли к колочек короче на ночной лов но всех подряд брать с собой никого не будем просто по словам поснимаем животные на всех стенах сидят геккон их просто дофига поймать мы их не можем потому что температура сейчас 35 градусов они очень разогретые и ломятся с такой скоростью что нереально их ну либо страшно раздавить куча рыбок судя по всему это какие-то пицциллии подобные на дне всякая группня оксиде было да тышь мы не скажем тогда смотреть идем мы короче какой-то недостроенный заброшенный муниципалитет так по крайней мере мы перевели паспорте объекта не достроен он с двадцатого года видимо пандемия как раз началась и все дело забросили тут есть электричество висят абсолютно новые вентиляторы так выглядит не разрушенным он лист большой между ними вот и фонарем светишь прямо на нее сейчас мой какая красивая какая-то ранида мажай привет тебе таких любишь красиво с ними я на большом увеличении увеличение как раз не надо и просто на тараканчика по-моему продавали таких на рептилиями очень бодро он там бегает сейчас он что-то мошел придаю конечно вот но бегу он тут прямо носился ладно лягушечки сидят муравьиное царство видно вам нет это чё клоп дохлый а вот и геккончик смотри да испугался интересно он муравьёв жрёв слушай они меня уже кусают попался который кусался он притворяется дохлый дурной сейчас как рванет раз два три давай и на сфотографировать привет предать мажаю мы можем таких привозил чем не видно вот эти посвечу нету вероятно лучше хорошо сейчас я пришли на рисовое поле мгновенно выпала роса все здесь очень быстро я думаю что все это меньше чем за час происходит ну сейчас идем орали страшные лягушки цикады кричат пока никого больше не видно только только мы всякие дерзкие бабочки и вон гоши там впереди где она орёт дошли до того что на карте было речкой может это конечно и речка сейчас все покрыться альвинией страшно просто кошмарном количестве хотели искупаться учетная нет жизнь кипит орут лягушки разные причем вот мы все правда уже мокрые грязные ничего вот эти товарищи рук тут слишком близко мы 20 сантиметров на засвеченный махарик на 1 лягуха упала прямо к нам под ноги с деревом там она быть совсем не должна но насколько я понимает микро хилла какая-то сливается близко слишком маш 20 нормально это видно и она теперь прикидывается тазиком ну это наш любимый червец вот тут тьма тьмущая я думаю конечно не только он так что червец это нормально если к вам придет растение в червецом не расстраивайтесь вон она не про много прыгает или это та же самая не зима сейчас на тебя как выпрыгнет он боится крохилка не это клакша или кто это привет чувак гоша фотографирует лягушку освещение в студию надо все снимаем сейчас я попробую схватить чтобы он меня еще не замочил стой скотина ни хрена он огромный сейчас я попробую к тебе прыгнуть все поймаешь чтобы он меня не поймал он вроде попался за жопу здоровая хрень лишь пытается дотянуться и меня схавать так вот пресноводный чувак морской воды нет совсем клевый все хватит ты без пальца нет вот он это сверчок сверчок какая я умная кстати похоже на бананового но это очень похоже но это не точно большой не отпускай его дедушкам на корм какой-то жук может филиппа пределить кто это короче стрекоза ну пошли повесили ультрафиолетовую ловушку для насекомых это специальная лампа со спектром 365 по моему нанометров вот именно этот спектр привлекает насекомых ну и повесили белую рубашку которая будет отражать свет вот сейчас будем валяться в гамаке и ждать пока кто-нибудь прилетит всем доброе утро сегодня наверное мы приблизились к ключевой поездке ключевой момент у нашей поездки только сейчас мы туда и направляемся параллельно решили позавтракать кстати спали мы очень хорошо безумно классный отель тем кто не любит город предпочитает лес очень там советуем остановиться пусть там всего и две комнаты но там офигенно вот заехали по дороге в какое-то кафе гоша в режиме ждуна смотрите какие столики тут рыбки рыбки как ни странно при всем том что мы занимаемся кучу лет аквариумистикой много лет на нее положили я к примеру буду первый раз в своей жизни есть за столом с рыбками с случилось накладкой оказалось что мы уехали не туда километров на 40 да километров на 40 поэтому сейчас мы возвращаемся назад и едем уже по правильным координатам ну ладно что поделать и 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 на в общем нам осталось вроде как 6 минут я надеюсь что мы доедем мы вообще договаривались с 9 до 10 чтобы попасть на пекло уже почти 11 ну слушайте в следующий раз мы просто будем умнее вот и все вернее умнее наверное мы не будем мне кажется после 18 ума не у кого не прибавляется вот хотя бы будем знать уже куда ехать Аллилуйя, мы доехали Я даже не верю в это Чуть опять не проехали Потому что ничего не видно Но, собственно Вот То, что нас сейчас ждет Сейчас мы будем ему писать, что мы приехали Чтобы он нас встретил В общем, мы поскольку опоздали Хозяин ушел завтракать Сказал, чтобы мы пока Походили и посмотрели Что да как Ну Круто, конечно Вот Сейчас Я на самом деле Не все здесь знаю Нас иногда так, знаете, просят Определить сорт не Ригелий по фотографии Вот, чтобы вы понимали В зависимости от света От страны выращивания От ухода Они очень сильно отличаются Поэтому Зачастую И даже то, что Ну Гибрид, когда регистрируются В специальном месте Там есть фотография исходная Зачастую эти фотографии Очень плохого качества Или, допустим Выращенные эти растения Не при очень ярком свете И цвет меняется Поэтому Вот эти вот все ваши Определите, пожалуйста По фотографии Кто у меня Это нереально Мы можем Более-менее Определить только то Что продаем сами Потому что Ну каждый раз Когда щупаешь это растение Ты его уже В принципе Научишься видеть В любом виде Ну Эта ферма Продает не Ригелий Разных размеров Вот видите Здесь просто Кольца Решетки Я смотрю Он даже вручную Видимо поливает Притянка И собственно Нет, вот стоят А, вон, да Я их не заметила Разбрызгиватели Такой мощный разбрызгиватель Он тут прям Хороший дождик устраивает Вот А еще где-то Раз в год О, мох, да Мох растет Прямо под стеллажами Пластами С ними То есть Вот тут пенечек Улажный И он на камушках Прямо так вот Можно Собирать Что мы, наверное, и сделаем Похоже Вот А еще где-то Раз в год У него здесь все сносит Тайфун Ну, короче Сильным ветром Он то цунами пишет То пишет Что у них ветря Ураганы Вот И он все это Раз в год Заново отстраивает Примерно Ну Ну тут что Сносят столбы Просто вот эти И заваливают Да Слава богу Здесь не надо Так много Всего Ну вот Я несколько уже вижу Которые мы обычно берем Мультикалоры Винни-пухи Кевиары Дортанианы Это непонятно Что пока Ну и что-то В общем Сейчас наберем Вон Винни-пухов Много Вот эту фигню Вы все любите Очень активно Ну она не фигня Просто они достаточно крупные Но очень красивые Вот такие Вот ровные розетки Он сам занимается Селекцией У него очень много Зарегистрированных Гибридов Мы кстати Привезли ему подарок И забыли его в отеле Так что завтра Ну мы все равно Завтра еще приедем сюда Смотри какая прелесть Гош Так что завтра Привезем Потому что мы Общаемся неплохо С двумя Заводчиками С вот этим Тайским И с Эндрю Деванширом Из Новой Зеландии Ну правда После ковида Мы с ним Ни разу не списывались После пандемии Надо наверное Еще раз У него что-нибудь набрать Вон смотрите Какого цвета Пингдеби Только вот Из Таиланда Приходит Настолько ярко Окрашенный Ниригели Ну потому что Тут просто свет Сумасшедший Сейчас Прихватили с собой Люксметр И кстати Померим Что тут Под этой сеточкой Я думаю Ты что тут Ну вот Вот эти тоже Красивые Че? Вот смотрите Это в Риезе Ой Ихмея Иххенбергии Хенбергии Ну такая позиция Не очень популярна В России Но есть люди Которые их любят Так же как ихмея Они в основном Все очень крупные Но вот это Очень красивое Я бы такое Было бы у нас Место поставила Ихмея понятно У него бывает Шебельбергии Еще я насколько знаю Он вроде бы занимается Орхидеями Метелансиями А соседи А соседи у него Занимаются Коноплей Не знаю Пойдем ли мы На все экскурсии Так Вот это тоже Что-то знакомое Это Фаер Вот он А рыжую Я уже и не помню Мы так давно У него не брали Что Блин Хемберги офигенные Жужжные твари Есть вот все-таки Что-то В наших Таких растениях А вот Наши с вами Друзья Скорее всего Это Ну да Но блин Я вот Шамрак Такого цвета Но это может быть не он Вообще Потому что они еще не окрашены Но это вот террариумные То есть то что идет в террариум Это видите вот Они такого цвета Они еще явно не окрасились Вот начинает Окрашиваться Вот Ну это Вот это самое обычное Зоя Винни-Пухи опять Более окрашенные Очень красивые Не ригели Интересно Энджел фейсы есть Ну такие тоже красивые Но вот видите Когда она взрослая Она уже Старая У нее Она аж прям Сливается Краска А вон Мармарад О, этот Марбл трот Иолинс Струберированов бы набрать Они кстати на рынке были Мы не взяли Потому что решили Что они здесь есть Но пока я их не вижу Какая-то красивая Какая-то красивая Вот то, что люди любят Ну это скорее всего Какой-то гибрид А у него не все Имеют название Нам надо купить около 500 растений Ну что-то я говорю Это на камеру Я потом оговариваю Да нет, нет Говори-ка Это на камеру Свои вещи Да, бабам денег Мы предоставим Но мы копили На эту поездку Очень долго Поэтому надеемся Что Вы будете Рады Все это купить Вот Вот это точно Все Суперская штука Но они правда Не маленькие Но это тоже Два года пройдет пока Смотрите Чем больше освещения Тем мельче розетка Все очень просто Вот 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 так выглядят нерегели Во время пересадки Скорее всего Они недавно были Обрезаны Видите Это вот Умирающее растение Ну это мама Она дала кучу детей Ну Они маленькие Им суховаты Конечно У нас в теплице Они кстати Выглядят примерно так же Совершенно Не заслуженно Обходящее Внимание Уриезия Вот Она видите Она не совсем Маленькая Но одна из самых Мелких Очень красивое Растение Тоже выносливое Пусть не яркое Но Смотрите Какое огнище Просто Шиза Конечно Цвета Безумно Безумнейшая Единственное Единственное Что у маленьких Очень редко Такая окраска Встречается Селекция Только Относительно Недавно Начала заниматься Небольшими Размерами Чтобы не были Яркие Селекционеры Вернее Вон там Птички Летают Ага Видимо Видимо Тоже Его увлечение Не Вон там Смотри Еще целый Лет А ну Слава богу А то я уже Испугалась Нам все Видите Мало Вон Птички Привет Что Страшно Да Блин Этот Тварь Убежал Вон Он Сидит Мы Зашли На вторую Половину Территории Тут Уже По прохладнее Слава богу Тилки Немножко Немножко Всякой Зелени И продолжение Осмотра Тиланси Не знаем На продажу Они или нет Может быть Это личная Коллекция Потому что Там были До этого Еще Дикие Немножко Немножко Ого Здесь Прям Мокро Второе Там место Похоже Да Похоже Он участвует В выставках Потому что Мы не знаем Что это Сейчас попробуем Перевести Скорее Это какие-то Награды За растения Да У них Очень часто Проводятся Выставки Если Все будет Нормально О Смотрите Куча Эритропаса Унизу Прикол Мы Не можем Нарастить В большой массе А тут Она везде Мы Если получится То в пятницу Ой В субботу Да В субботу Поедем На выставку Папоротников Одну из самых Крупных В Таиланде Ну вернее Скорее всего Все получится Что мы уже Измотались Тут Очень красивые Цвета Ну пойдем Смотреть Что дальше Пришел Наш поставщик Хорошо поговорили Вроде Обо всем Договорились Поэтому Сейчас будем Выбирать Растения И у нас Будет легальный Нерегелий Круто Ребята Это чума Еще одно Помещение Короче Мы здесь Пропадем Я чувствую Просто космос Боже Я хочу Здесь жить Господи Как круто Столько Видов Он правда Сказал Что он Часть нам Новых гибридов Не может Придать Но я думаю Мы с вами Ограничиваемся Тем Что есть И все равно Будем счастливы Правда Нырять Нырять Можно В это Все Нам не продали Это новый Гибрид Очень классный Один Красивый Один Выбираем Хорошие Экземпляры Все что мы хотим Нету Да есть Просто Немного Это не хорошо Это хорошо Для нас Это для Лед ламп И они Будьте Будьте Мы можем Больше 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 Вы Можете Сделать Пусти 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 Взяли несколько очень красивых гибридов, которые есть только в единственном экземпляре. Продавать мы их, конечно, не будем. Оставим себе в коллекцию. Вот такие вот. Не знаю, как камера цвет передаст. Идем попить водички. Температура около 50 градусов. Решили померить люкс-метр. Сколько здесь? Сколько? О, боже. 110 тысяч. Но пока еще, видимо, не раскочегарилось солнышко. Вот здесь вот притемнение. Все фоткают. Здесь 27 тысяч. Но до этого 32. Я показываю. А вот тут под стеллажами растет японский карликовый афеопогон. Просто как сорняк. То есть его сюда никто не сажал. Он вырос сам. Тут вообще, по-моему, без земли растет на каком-то куски бетона. Очень красиво выглядит. Как видите, освещение требует он очень сильного. Люкс-метр здесь показывает 30-40 тысяч люкс. И сидит он совсем не в болоте, а в каком-то просыхающем таком грунте, глинистом. Вот такой вот черно-фиолетовый гибридик. Это взрослое растение. Мы сейчас пойдем возьмем деток. А вот тут подращиваются неоригелии, выращенные из семян. Выглядят они пока молодые, как трава. Абсолютно неокрашенные. Ну и выращиваются они под очень сильным притенением. Видимо, чтобы ускорить рост. Потом рассаживаются по отдельным горшочкам и выставляются на свет. В общем, прошло 4 часа. Мы выбрали все, что нам нужно. Выгребли почти все запасы. Мелких неоригелий. Сейчас будем считать количество и сколько мы за это заплатим. Нас везут обедать. Сказали, что хотят угостить нас какой-то местной кухней. Каким-то местным блюдом. Что мы обязательно должны его попробовать. Очень жарко, 42 градуса. Это очень сильно удивился, когда мы приехали. Когда мы показали маршрут, к которому мы приехали. Ничего посмеялся. Сказал, что эти сумасшедшие русские. Вот так вот. Вот так вот. В общем, под впечатлением пока. Смотрим, что будет дальше. Мы приехали. Очень красивый вид. Продолжение следует... Продолжение следует...